Есть замечательные кинокомедии о войне, в том числе, которые, смотря, нельзя не смеяться. Вспомни фильм «Большая прогулка». Власть запретила, конечно же, только потому, что боялась, что это даст левым, левой коалиции, Грудининской коалиции, возможность набрать дополнительные очки. Сакрализация истории 20 века для нас – это такая же попытка оккупации нашей страны. Здравствуйте, это Максим Шевченко, я хотел бы поговорить о Сталине, точнее так, о той шумихе и конфликте интерпретации, которые возникли в связи с непоказом или частичным показом в нашей стране гротеска франко-американо-британского, снятого, по-моему, итальянским режиссером «Смерть Сталина». Напомню, что фильм «Смерть Сталина» рассказывает в таком оскорбительном, по мнению многих людей, ключе, а по мнению многих, в абсолютно правильном ключе. О марте 1953 года, когда главнокомандующий советской армии и советской страной во время Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович Сталин умер, и члены политбюро, ближайшие к нему его сподвижники – Маленков, Хрущев, Берия, Ворошилов, Каганович, Молотов – стали делить его наследие. Эти ситуации подробно описаны политологами, это достаточно драматические события, которые привели, допустим, к смерти маршала Берии Лаврентия Павловича, потом привели к тому, что Хрущев выиграл эти политические баталии. Но фильм показывает их всех в таком дураковатом ключе, я сразу хочу сказать, что я фильм не видел, я видел трейлер, внимательно посмотрели несколько раз. Фильм я, безусловно, посмотрю, когда он появится в социальных сетях, думаю, так же, как и вы в комфортной ситуации, там, лежа в ванной на айпаде или через Apple TV. Я не пошел давиться в кинотеатр «Пионер», потому что, во-первых, я с омерзением отношусь к существующей, так называемой, элите и имеющей спецдопуск, а потом просто не вижу вообще в этом смысла, если можно будет посмотреть все спустя какое-то время. Но для меня это разговор не о фильме как таковом, о его достоинствах или недостатках, хотя это тоже, наверное, имеет смысл обсудить, когда мы все фильм сможем посмотреть. А это разговор о том, как развернулась дискуссия о личности Сталина. Скажу первую позицию. Я полагаю, что запрет показа фильма исходил не из того, что власть является сталинистской. Путин любит Сталина, Мединский любит Сталина, Кириенко любит Сталина, Греф любит Сталина, Медведев любит Сталина, Бортников любит Сталина и так далее. Это мысль, которую нам пытается навязать либерал из либерального фланга. Конечно же запрет показа фильма абсолютно и имеет политтехнологическую природу. Власть испугалась, что в момент выборов, когда набирает очки кандидат объединенной леводемократической или народно-демократической, народно-леводемократической оппозиции Павел Грудинин, массовый показ фильмов о Сталине, которые способны вызвать протесты с красными знаменами, с портретами Сталина, массовые протесты, причем по всей стране, сыграет безусловно не на Путина, а сыграет на Грудинина. Даст ему возможность высказываться, даст ему возможность обсуждать эти темы и мобилизовывать свой электорат, завоевывать электорат новый, рассказывая, почему он Грудинин или его доверенные лица считают подобный разговор, как и я, например, так считаю, о этих трагических временах, подобный юмористический разговор, несколько неуместным, скажем так. Не так, чтобы я был, в принципе, против кинокомедий. Есть замечательные кинокомедии о войне, в том числе, которые, смотря, нельзя не смеяться. Вспомни фильм «Большая прогулка». Там, конечно, не затрагивается Деголь, не затрагивается Черчилль, но я напомню сюжет такой, как над Парижем сбивают заблудившийся британский бомбардировщик, летчики приземляются в разных местах, оккупированного немцами, вполне комфортно живущего Парижа, и дальше там участвуют и Луи де Финесс, и Бурвиль, гиперзвезды французской кинокомедии, и те времена, когда наш народ истекал кровью и буквально находился в жутких ситуациях, показаны в этой французской комедии так, что не хохотать просто невозможно. И эсэсовцы глупые, и гестаповцы туповатые, и французские члены сопротивления такие веселые, остроумные масса комедии положения и все такое прочее. Поэтому сам жанр политической сатиры, политической комедии, он в Европе достаточно распространен. Другое дело, что нам над нашей историей смеяться непросто, потому что слишком высокая цена была заплачена в миллионы буквально раз, более высокая, чем ту, которую заплатили французы за право быть освобожденными американцами и англичанами при малюсеньком участии свободной Франции де Голля, которая спасла честь Франции, на мой взгляд, бывшей во время войны верной союзнице гитлеровской Германии в большинстве своем. Но все равно я сторонник показа и сторонник широкого обсуждения, тем более это соответствовало бы сейчас ситуации. Поэтому власть запретила, конечно же, только потому, что боялась, что это даст левым, левой коалиции, грудиненской коалиции, возможность набрать дополнительные очки. Первое. Второе. Меня поражает, как от нас требуют практически религиозного соучастия в обсуждении этого вопроса. В свое время Умберто Эка, великий философ, культуролог, писал о том, что вернется новое средневековье. Не в том, что вернутся пытки, хотя пытки это реалии наших дней. Мы сегодня рассказываем о пытках, которые происходят в России или в Гуантанамо, как о чем-то нормальном, как будто мы говорим о застенках средневековой инквизиции, но мы во время инквизиции этим ужасались, а сегодня мы говорим, что это норм электроды привязали. Не об этом речь. Речь о том, что новое средневековье возвращается в рамках фиксации религиозного отношения к реальности. Больше никто нам не позволяет свободных размышлений и свободных интеллектуальных эссе, подобных тем, которые писали Альбер Камю, Жан-Поль Сартер, Жан Бодрияр, Мартин Хайдегер, Эрнст Юнгер. Философия заканчивается, свободная мысль заканчивается. Либералы требуют, безусловно, религиозного осуждения Сталина. Мне мои друзья из либерального лагеря и даже близкие родственники пишут, ты должен говорить, что Сталин это зло, абсолютное зло. Ты не можешь говорить иную позицию, что, допустим, Сталин это не абсолютное зло, а частичное зло. Сталин это не зло, а там частичное добро или Сталин это добро. Я даже, оказывается, не могу, по их мнению, говорить, что Сталин это сложное политическое явление эпохи, которое вызвано объективными процессами сознания массового или развитием философской мысли, немецкой, российской, французской, итальянской, конца 19-го, начала 20-го века. Свою роду гуманизмом, обернувшимся обратной стороной. Вот об этом, обо всем рассуждать больше нельзя. Сталин, значит, зло. Но и другой лагерь требует тоже. Сталин это добро. Сталин это бог на земле. Сталин это абсолютное благо. И сама попытка поговорить о том, а вот почему тогда была ссылка народов или, допустим, террор 37-38-го года. А правильная ли мысль о том, что Сталин расстрелял Октябрьскую революцию, допустим, в 30-е годы, она тоже необсуждаема. И так у нас есть одна религиозная позиция Сталин бог, другая религиозная позиция Сталин дьявол. И нас вынуждают занимать эти позиции. Причем вынуждают не доктринеры, а вынуждают люди, которые, казалось бы, должны быть интеллектуалами. Но вот именно это уничтожение интеллектуализма и уничтожение истории как науки, а замена ее истории как религиозной просто манифестации собственной, то, к чему призывает, на мой взгляд, Николай Сванидзе в своем преследовании учебников Довина-Барсенкова и в своей апологии фантастической, там, Сталина как абсолютного зла. Я внимательно слушал то, что Коля говорил на Эхо Москвы, это просто абсурдные вещи. Он говорил, депортации народов Сталин уполовинил. Даже по самым жестким оценкам антисталинистов 15% была убыль населения депортированных народов. Это огромная, на мой взгляд, была ошибка Сталина. Это было преступление. Нельзя объявлять скопом сотни тысяч людей преступниками и вывозить их. Я с этим не могу никогда согласиться, как человек левого взглядов. Но выясняется, что я это обсуждать даже не могу. Что я не могу стоять на позиции просто исследования мысли. Я, безусловно, запишу отдельный ролик касательно Саванидзе и его позиции. Тем более, что он там просто лгал. Он, в частности, сказал, что якобы в 2010 году я поддержал его инквизиционные мероприятия относительно выталкивания прекрасных историков Довина и Барсенкова из исторического факультета. И якобы потом я, как сейчас такой роман с КПРФ, из конъюнктурных соображений говорю, что это было неправильно. Но это абсолютная ложь. Достаточно набрать в Гугле или в Яндексе Шевченко, Вдовин, Барсенков, Саванидзе. Как каждому станет ясно, что во время дискуссии в общественной палате, членом которой я тогда был, два человека выступили против этой травли Вдовина-Барсенкова. Маргарита Симоньян частично, она сказала, что она не согласна, но не может подписаться под этой травлей. И Максим Шевченко, потому что я был не согласен и с самим подходом. Я считал и считаю, что мы должны и имеем право понимать мотивы действий тех или иных исторических персонажей. У нас уже есть ситуация в Европе, когда мы не можем обсуждать ни нацистский режим, ни холокост. Мы не можем выяснять детали, когда люди, которые пытаются писать исторические работы на эту тему, объявляются преступниками и бросаются в тюрьмы. Это ситуация побежденной, оккупированной территории. Очевидно, сакрализация истории 20 века для нас, это такая же попытка оккупации нашей страны. Потому что свобода нашей страны в том, чтобы мы могли сами исследовать свое прошлое, делать из него выводы, не бояться лезть в архивы, а опровергать собственные же неверные позиции. Но от нас требует абсолютно религиозный такого подхода к этому, и это и есть новое средневековье. Я считаю, что мы заслужили право изучать советскую историю, изучать подлинные мотивы деятельностей. И Иосифа Виссарионовича Сталина, Жданова, Молотова, Берии, Маленкова. Хватит нам жить в пространстве исторической публицистики. Она уничтожительна и губительна. Она на самом деле уменьшает нашу свободу и помогает тирании крупного капитала, который хочет лишить нас, людей свободных, права дискутировать между собой, право на ошибку и право на исправление этой ошибки, позволяет этой диктатуре крупного капитала, тиранической диктатуре, укрепляться. Поэтому я был бы сторонник показа этого фильма для того, чтобы развернуть в обществе широкую дискуссию. Я был бы сторонник открытых исторических исследований. И не важно, будь это академик Зубов, или будь это не академик, профессор Зубов, или будь это ученый прекрасный Вдовин и Барсенков, либо Александр Пыжиков. Иная позиция кажется мне русофобской, иная позиция мне кажется антиобщественной, иная позиция мне кажется направленной против интересов нашей страны. Поэтому перефразирую выдающуюся мысль Виктора Петровича Астафьева, сказанную им когда-то в 80-е годы в полемике с Натаном Эйдельманом. Придет время, и мы сами прокомментируем Сталина. Астафьев, напомню, тогда сказал, придет время, и мы сами прокомментируем Достоевского. Но идея мне нравится. Так вот, придет время, и мы сами прокомментируем свою историю. Нам не нужны ни демонизаторы, ни обожествлятели нашей истории. Наша история принадлежит только нам. Это наша сила. И своей силой мы будем распоряжаться сами. Это один из мотивов нашей борьбы, в частности борьбы левых сил, которые не боятся признаваться в ошибках, и которые не боятся эти ошибки исправлять. Это был Максим Шевченко. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Субтитры создавал DimaTorzok